МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Екатерина Котова. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Финансовый скандал на стройплощадке. Домов еще нет, а судебные разбирательства уже грядут. Размер пенсии увеличился. Насколько выросла ее страховая часть и каков теперь размер трудовой пенсии. Мы лучшие в ноябрьске прошли юбилейные десятые по счету соревнования по мотокроссу на Кубок Ямала. Финансовый вопрос может отразиться на сроках взведения двух домов в новом микрорайоне П-7. О миллионах рублей подрядчик спорит с субподрядчиком. В подробности конфликта разбиралась Ирина Потихина. Как-то незаметно для горожан, спрятанное за большим забором, в ноябрьске развернулось строительство двух микрорайонов. Трехэтажки, всего их должно быть 13, предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Под крышу дома должны быть возведены уже в этом году. График строительства жесткий, и именно его несоблюдение на первый взгляд послужило поводом для разбирательств между основной подрядной организацией тюменской фирмой стройсистемы и одним из субподрядчиков ноябрьской компании «Элитранс». Это приказ руководителя Тюменской подрядной организации. Его зачитывает представитель в ноябрьске. Но на самом деле строительство двух домов, за которые взялась местная фирма, не ведется уже больше месяца. Директор «Элитранс» этого и не отрицает. Только вот причина простая, по его словам, кроется в действиях главного партнера. По первоначальным документам стройсистемы со своим субподрядчиком расплачиваться должна была постепенно. Сначала аванс на возведение первого этапа строительства первой трехэтажки, потом оплата следующего, самого дорогого этапа строительства, и так до полного окончания работ на каждом доме. Аванс по одному зданию ноябрьские строители получили. А дальше ситуация начала развиваться по незапланированному сценарию. Нам выделили аванс на то, чтобы мы начали строить один дом, мы начали его строить, затем нам выделили второй дом с обещанным финансированием, авансированием. Часть средств мы вынуждены были отвлечь туда. В конечном итоге мы готовы были строить дальше. Да, заказчик нам сказал, что нам на сегодняшний день дальше нас финансировать, пока не может, нужно строить на свои, но мы уперлись в том, что сказали, хорошо, мы построим, но нам нужно промежуточное закрытие. С этого момента, говорит Ленар, сначала их кормили обещаниями, что, мол, скоро заплатят за выполненную работу, а потом и обещать перестали. Мы предоставили свои документы под обоснование тех сумм, которые мы потратили, которые мы должны получить согласно стоимости первых этапов, прописанных в договоре. С того момента тишина. Не можем мы получить ни подпись на своих документов, так, чтобы кредитоваться дальше и строить. Потому что ощущаем, понимаем то, что не получим мы этих денег. То есть нам стоимость этапа будет автоматически занижена, нам сегодня дают сметы, в которых стоимость этапа в 2,5 раза ниже, чем та, которая была прописана в договоре. В конечном итоге стройсистема в одностороннем порядке расторгла договор с Литранцем, а на объекты выставила своих работников. Вчера, вчера уже поступило мне распоряжение от моего начальства, мы встали сюда на работу, потому что у нас фонд областной жилищ, у нас сроки, нам надо сдавать полностью весь микрорайон как заказчик, если мы приняли этот гороскоподрядчик, который не может справиться со своими разрешками. Приняли такое решение, то есть на верхах там у нас приняли такое решение. Я поняла. Мы здесь непосредственно как исполнители. Главный аргумент стройсистемы заключается в том, что не весь выданный аванс ноябрьские строители использовали по назначению. Ведь по договору деньги выделялись только на один дом, а наши часть денег пустили на второй, и именно поэтому не смогли завершить все работы по первому этапу. А раз не завершили, сроки сорвали, то, извините, сами во всем виноваты. В общем, работать друг с другом компании больше не хотят. Но пока не решится финансовый вопрос, оставлять стройплощадку «Литранс» тоже не намерен. На сегодняшний день нас устроит виток всего один. Значит, мы хотим, чтобы были подписаны наши бумаги, то есть подтверждение выполненных объемов именно финансового выражения. Обозначен срок, когда мы эти деньги сможем увидеть. Сейчас каждая сторона привлекла охранные предприятия, так сказать, для присмотра за действиями друг друга. Помимо этого, директор «Литранса» обратился за помощью в правоохранительные органы. Видимо, теперь без третейского судьи не разобраться, на чьей стороне правда. Ирина Потехина, Григорий Куруптьев. Новости нашего города. Сегодня с самого утра на городских улицах идет активная борьба со снегом. Видимо, следуя традициям, погода решила подшутить и к 1 апреля щедро завалила тротуары и дороги плотным слоем снега. В усиленном режиме сегодня трудятся сотрудники ДРСУ. В первую очередь они очищали центральные улицы и тротуары чуть позже приступили к уборке снега в отдаленных районах города. В уборке было задействовано более 20 единиц спецтехники. Работает техника в усиленном режиме. В первую очередь у нас идет патрульная очистка проезжей части. Тротуары. На все тротуары брошена техника. Потому что ночью была сильная метель. Все заметено. Но я думаю, что с обеда там уже пойдет посыпка. ПГМ обработка. И тротуары закончим. Я так думаю, до обеда. Размер пенсии увеличился. Страховая ее часть выросла на 3,3%. Также на 3,3% увеличились трудовые пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Кроме того, на 5,5% проиндексированы ежемесячные выплаты, которые получают отдельные категории граждан. В том числе участники Великой Отечественной войны. Таким образом, средний размер трудовых пенсий с учетом дополнительного повышения теперь составляет 10 236 рублей. Трудовой пенсии по старости 10 645 рублей. Пенсии по инвалидности 6 651 рубль, а пенсии по случаю потери кормильца 6 550 рублей. Кстати, фонд общественного мнения посчитал, что продолжать работать после достижения пенсионного возраста предпочли бы около половины трудоспособных россиян. Несколько чаще других выражают такую готовность мужчины и люди с высшим образованием, со средними доходами, жители городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек. Кроме того, сейчас обсуждается предложение, согласно которому каждый человек по достижении пенсионного возраста будет иметь выбор, получать ли ему сразу полную пенсию или отказаться от нее на 5 лет, а по истечении этого срока получать ее в большем размере. И вот как выглядят данные опроса. На вопрос вы допускаете или исключаете возможность отложить получение полной пенсии, большинство респондентов, а это 61% сказали, что исключают. 18% готовы подождать, чтобы впоследствии выиграть в деньгах. 21% опрошенных ответить затруднились. А для многодетных семей в округе действует новая мера социальной поддержки. На выплату могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума при рождении третьего и последующего детей. Причем право на получение денег дает ребенок, родившийся после 1 января текущего года. Добавлю, ежемесячную выплату родители будут получать в течение трех лет. Для оформления данной выплаты необходимо родителям обратиться в Управление социальной защиты с письменным заявлением и полным пакетом документов. Ежемесячная денежная выплата предусмотрена в размере прожиточного минимума на детей, установленного в автономном округе. Сегодня в Ноябрьске прошло заседание по реализации приоритетного национального проекта образования. Один из основных вопросов – обсуждение кандидатур из числа педагогов, которые смогут претендовать на получение денежной премии за внедрение в процесс обучения инновационных проектов и методических разработок. Соискателей в этом году 13, но до регионального отбора допущены лишь 10 человек. Такова квота. На сегодняшний день есть желающие среди педагогов системы образования города. Они представили свои материалы, наработки за предыдущие годы. Комиссия всю неделю работала с этими материалами, отбирала самых лучших. И мы сегодня собрались для того, чтобы подвести итоги и выстроить рейтинг наших педагогов, которые мы будем дальше представлять уже на уровне Ямал-Ненецкого автономного округа. Выпуск продолжит блок спортивных новостей. В Ноябрьске прошли юбилейные и десятые по счету соревнования по мотокроссу на Кубок Ямала. Вот уже несколько лет на их проведение претендует несколько городов округа, но организаторы неизменно доверяют это право Ноябрьску, потому что местная трасса является одной из лучших в России, да и генеральный спонсор нефтедобывающее предприятие «Газпромнефть» Ноябрьскнефтегаз на призы и подарки никогда не скупится. Ждем праздника, праздника для наших жителей города, для наших участников, для наших работников, потому что часть участников всех соревнований – это наши работники. Поэтому «Газпромнефть» всегда вкладывает деньги в тот же мотоклуб. Мы каждый год вкладываем деньги, покупаем форму, покупаем спортивные мотоциклы. Стоит отметить, что открытый Кубок Ямала из региональных соревнований постепенно превращается в полноценный общероссийский турнир. И в этом году на ноябрьскую трассу вышли представители 15 команд из городов Ямалы, Югры, Сверловской и Юго-Тюменской областей. Да и борьба за первые места стала намного острее. Когда бы это еще было видно, чтобы хозяева, бессменные победители последних лет, после первого дня соревнований шли в общекомандном зачете на втором месте, проигрывая 12 очков лидерам из Югры. Но многочисленные болельщики верили в «Газпромнефть». Ребенку показать. Первый раз. Для него это первый раз. Как ощущения от гонки? Волнительно. Может за кого-то лично болели? Нет, никого лично не знаю, но естественно за нашу ноябрьскую команду в первую очередь. Как они выступают на ваш взгляд? Мы не с самого начала, к сожалению, но неплохо, молодцы. И «Газпромнефть» постепенно стала отыгрывать этот небольшой гандикап. Позже, после первых заездов воскресного дня болельщики смогли вздохнуть с облегчением, поскольку у большинства из них уже не было сомнений в общекомандной победе местной дружины. Но гонка в личном зачете держала всех в напряжении до последнего старта. Лишь по дополнительным показателям наши колесочники берут золото. Те же доп. показатели отодвигают Михаила Холодова на второе место. С отрывом всего в два очка побеждает Роман Калиба и уверенно становится чемпионами в своих классах мотоциклов Андрей Андреев и Анатолий Макрушин. Ну и, конечно, сама гонка завершается убедительной победой команды «Газпромнефть». На церемонии награждения призеры и победители получили солидные призы и подарки от генерального спонсора «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза». Абсолютное большинство участников отметили достаточно суровые погодные условия, но в то же время теплоту и радушие организаторов турнира. И пообещали через год вновь приехать на ноябрьскую трассу, потому что Кубок Ямала теперь объединяет спортсменов из разных уголков Урала и Западной Сибири. И лучшей возможности проверить перед сезоном, на что способна техника и спортсмены, просто нет. Кирилл Мигель, Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города. Ноябрьские КВНщики вошли в тройку призеров Ямальской юношеской лиги. В заключительный этап соревнований веселых и находчивых из 12 заявившихся команд были допущены только 7. Они соревновались в трех конкурсах «Особенный народ», «Разминка» и музыкальный конкурс «Север сияет». По результатам набранных баллов победителям финала признали команду «Дубль-5» из Надыма. Второе место заняли муравленковские КВНщики, а нам все равно. И замыкает тройку призеров ноябрьская команда «Пусть поорут». Добавлю приз за лучшую шутку получила надымская команда «Да, это жестоко», а лучший номер подготовили веселые и находчивые из Губкинского. Команды-победители примут участие в сезоне Всероссийской юниор-лиги Международного союза КВН. Это была завершающая информация выпуска. Сразу после новостей смотрите актуальное интервью с руководителем ноябрьского отдела жилищной инспекции Ингой Панчешной. А я желаю вам всего доброго и до завтра. Партнер программы Магазин «Поти Сан-Тверса» Торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир Путь становится проще Когда знаешь, что ты не один Дорога кажется короче На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России Вы найдете качественный бензин и качественный сервис чтобы двигаться дальше с новым запасом сил Сеть АЗС «Газпромнефть» Надежный ориентир 2 апреля в Сальхарде переменная облачность Ветер северо-западный Температура 10 градусов ниже 0 В Муравленко без осадков Ветер северо-западный до 3 метров в секунду Температура 8 градусов мороза В Ноябрьске без осадков Ветер северо-западный до 3 метров в секунду Температура минус 7 градусов